Бабье лето – прекрасная пора, которая всегда вдохновляла поэтов и художников. Поэтому неудивительно, что в начале сентября героями проекта «Стихи живут повсюду» стали преподаватели изобразительного искусства. Педагоги Видновской школы искусств – давние друзья и постоянные участники выставок в историко-культурном центре. Поэтому прочитать стихотворение Дмитрия Кедрина «Бабье лето» доверили именно художникам. Ведь они смогут во всех красках прочувствовать все очарование этого периода. Наступило «Бабье лето», дни прощального тепла. Поздним солнцем отогрета, в щелке муха ожила. Солнце, что на свете краше после зябкого денька, паутинок легких пряжа обвелась вокруг сучка. Завтра хлынет дождик быстрый, тучей солнца заслоня. Паутинкам серебристым жить осталось 2-3 дня. Сжалься осень, дай нам света, защити от зимней тьмы, пожалей нас бабье лето. Паутинки – это мы. На отделении изобразительного искусства занимаются около 100 детей разных возрастов. Светлые просторные классы, больше похожие на настоящие мастерские, позволяют полностью окунуться в творческий процесс. Передавать детям свое мастерство и вообще приятно смотреть, когда они растут у тебя на глазах, когда им это интересно, они развиваются. Не все, конечно, станут художники, но для общего развития, для культуры, для общей культуры, мне кажется, это очень важно. Детям работа с цветами очень даже нравится, и она вполне им интересна, потому что цвет – это, наверное, самое красивое, что нас окружает в этом мире. И он нас как бы преследует везде и всегда. Юлия Остраумова преподает в школе более 10 лет. Педагог рассказывает, что здесь ребята получают прекрасное эстетическое воспитание, которое способствует всестороннему развитию личности. Начинала я как дизайнер, как художник здесь, вела основы современного искусства. Дальше у меня пошли разные другие направления. Очень нравится мне эта работа тем, что здесь очень многоградные проекты. Особое внимание преподаватели уделяют самым юным художникам, ведь они делают свои первые шаги в мир изобразительного искусства. Тут задача даже не только научить рисовать, а и кисточку правильно держать, и не расстраиваться, когда что-то не так, что все исправимо этому научить, и не бояться листа, не бояться красок. Дружба двух культурных центров продолжается, и уже юные воспитанники поддерживают эту традицию. Воспитанники детской школы искусства постоянно украшают своим присутствием мероприятия историк-культурного центра и концерты. У нас есть очень интересный опыт, который мы назвали «Урок музыки». В рамках проекта «Детское время» воспитанники детской школы искусств приходили к нам. Они исполняли произведения, классические произведения фортепианные. Проект историко-культурного центра «Стихи живут повсюду» существует уже более двух лет. А кто прочтет стихи в следующий раз, узнаем через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.